Дорогие слушатели, добрый вечер! Сегодня в эфире Радио 1 в программе «Полеты во сне и наяву Снормин». У нас в гостях заслуженный артист России, виолончелист, органист, пианист Александр Князев. Полеты во сне и наяву Снормин. Сегодня период, время узких специалистов во всех сферах. И артисты сужают там плода, нельзя, и играют одно и то же, и музыканты. И тем прекраснее, что есть вы, который вот эту историю с неожиданными какими-то поворотами в своей собственной творческой судьбе саморежиссирует и исполняет. Поэтому мы как раз с этого начнём. Виолончелист Александр Князев, вы знаете, обожает, любит все, весь мир. А с органом у вас тоже такой роман многие годы. Но как пианист, вот так вот уже масштабно, вы стали выступать совсем недавно. Почему? Да, в общем, я могу честно сказать, что рояль всё-таки ещё на выходе на уровне такой авантюры. Но вот последний мой концерт в Большом Зале, я, наверное, могу сказать, что авантюра идёт успешно. Вот, почему? Я вам скажу. Ну, помимо того, что рояль – изумительный инструмент, и, в принципе, наверное, вообще любой музыкант хотел бы играть на рояле, потому что это универсальный инструмент. Конечно, есть одна специфическая деталь. Дело в том, что один из моих самых любимых композиторов и гениев вообще в истории музыки, Вольган Камадо и Моцарт, именно для виолончели не написал ровно ничего, ни одной ноты. Я, правда, всё-таки играю немножко на виолончели Моцарта, но я уже делаю транскрипции. А вообще Моцарт не писал для виолончели. Я вот всё время размышляю, почему. Мне кажется, что просто во время Моцарта не было, наверное, такого виртуозного какого-то виолончелиста, который бы отвечал его запросам, потому что музыка Моцарта невероятно виртуозна, и играть её очень трудно. И дальше, больше. И для органа Моцарт написал, но очень мало. Он написал буквально три произведения. Я, конечно, все три играю, но это очень мало. А музыку Моцарта я обожаю. И вот, несколько лет назад, купив диск гениального пианиста Даниэля Боринбойма со всеми концертами Моцарта, я настолько влюбился просто в этот цикл, что мне пришла в голову такая, как вам сказать, шальная идея самому попробовать поиграть. Первый концерт состоялся в 2015 году в Филармонии 2 с государственным камерным оркестром под управлением Алексея Уткина. И он тоже был очень успешным для первого концерта. Но, как сейчас сказали все мои друзья, профессионалы, которые были на всех моих фортепианных концертах, вот за эти три года произошёл огромнейший прогресс. Огромный. И как-то вот последний концерт все признали очень успешным. И даже те, кто говорили, что, ну да, это всё, конечно, очень приятно, но пока ещё пианизма нет настоящего. Вот в этот раз они сказали, что пианизм появился. Поэтому я, правда, очень счастлив. Меня это окрыляет, вселяет какой-то безумный энтузиазм, которого у меня и так по жизни, по-моему, больше, чем достаточно. В общем, я этим очень увлечён. И это да. Ну вот мне, наверное, хотелось бы ещё для слушателей, потому что это очень широкая аудитория, пояснить природу, потому что, наверное, вот люди, да, как они представляют. То есть вы связывали свою жизнь с виолончелью, занимались, да, то, что дирижёры, каждый играет там худо-бедно на каком-то музыкальном инструменте. Это мы уже здесь вот обсуждали. Была виолончель. Орган и фортепиано – это сродные инструменты. То есть вы к органу пришли через виолончель или параллельно? Нет, вы знаете, с органом тоже, в принципе, идея сходная. Второй, вернее, второй или первый гений вообще в истории музыки, тоже мой самый любимый композитор орган Себастьян Бах, он, конечно, написал для виолончели потрясающие шесть виолончельных сюит. Это вообще, как вам сказать, библия для виолончелиста. Я, кстати, иногда так и называю свои вот концерты и органные, и виолончельные, и баховские. Я пишу Иоганн Себастьян Бах – музыкальная библия. По-моему, это хорошее название. Оно, во-первых, абсолютно отражает суть дела, и публике оно нравится. Так вот, эти шесть сюит я играю всю свою жизнь. Первую сюиту мы все играем в первом классе школы, ну, там, первом, втором, неважно. И дальше вот эти сюиты, они прошли через всю школу, естественно, через все конкурсы, потому что они всегда являются обязательными на первом туре. То есть вот первый тур какого-то виолончельного конкурса представить без сюиты Баха невозможно, потому что сюита Баха, она показывает сразу все. Вот уровень техники, уровень мышления, интонационный уровень. В общем, короче говоря, это абсолютно универсальное произведение. И для конкурса тоже. Вот сразу все ясно, этот музыкант имеет перспективу или же нет. На первом туре уже сразу все понятно. Ну и потом, конечно, я стал работать над сюитами, и так получилось, что в 95-м году я их первый раз записал все шесть для Японии, а в 2003-м году тоже все шесть для очень известной фирмы во Франции, фирмы Warner Classic. То есть, казалось, вообще записать шесть сюит Баха – нелегкая запись, поверьте мне. Во-первых, это три диска. Кстати, мои темпы немножко отличаются от темпов других виолончелистов. Они все пишут их на двух дисках. Я, примерно представляя мои темпы в медленных частях, сразу предупредил. «Наверное, мне понадобится третий диск». Я помню, что японские продюсеры так посмотрели на меня и говорят, «Все пишут на двух, и вы тоже запишите». Когда они поняли, что я был прав, и надо писать третий диск, у меня оставалось немножко времени. Они говорят, ну третий диск короткий, надо что-то еще прибавить. Я прибавил знаменитую «Чикону», которую я тоже единственный, наверное, в мире записал на виолончели. И потом была вторая запись. В общем, обе записи успешные. Я очень рад, что в Японии, очевидно, мой первый Бах настолько, так сказать, был успешным. Они его так оценили, что сейчас я приезжаю, помимо вот этого французского, ворнеровского, и даже первый до сих пор переиздается. Представляете, прошло уже 23 года. Мне это очень приятно. Лежат обе записи, и старая, и как бы новая. Я к чему это говорю? В следующем году я собираюсь записать третий раз. Это проходит через всю жизнь. Это великая программа. Но это одна программа. И, конечно, мне тоже захотелось больше играть Баха, поэтому я стал играть на органе. Потому что для органа Бах написал море музыки. Девять огромных томов. Вот, собственно, и ответ. Да, что орган, но вот техника, условно говоря, это все-таки изначально, вы же занимались тоже, да, на фортепиано, или оно пришло? Знаете, конечно, есть такой предмет для всех, да, в музыкальных школах называется обязательно фортепиано. Да. Ну, все играют на очень разных уровнях. Кто-то совсем плохо, кто-то получше. Ну, наверное, я был какой-то в серединке, но каких-то больших заслуг у меня абсолютно не было. Абсолютно. Если честно говорить, такой настоящей технологической базы на рояле у меня и нет. Поэтому мне никогда не сыграть этюда Шопена, Листа или Архмаяна. Никогда не говорите, никогда? Ну, нет, я к этому не стремлюсь. Вот пока мне хочется играть Моцарта, и, может быть, опять же, Баха на рояле. Вот, мне кажется, это я смогу сделать. Вы когда про записи говорили, я просто не хотела перебивать, вот, 23 года назад, да, та запись. То есть, вот, происходит ли диалог между Александром Князевым, записавшим, и чем отличаются эти два музыканта? Или уже три, если будет третья запись? Отличаются. Еще как отличаются? В том-то и дело. Понимаете, дело в том, что вообще любая, наверное, запись, но особенно Свит и Баха, вообще работа над Бахом, это процесс нелимитированный, он бесконечный. Это, вы знаете, это вот как вы смотрите на линию горизонта. Сколько вы к ней не приближаетесь, она всегда будет где-то там. Поэтому, записав в 95-м году 6 Сюит, я был, в принципе, очень доволен. Почему? Потому что это труднейшая программа, записал я ее, считаю, хорошо, да и вообще еще момент в жизни был очень тяжелый. Короче говоря, это был практически мой, ну, не первый диск, может быть, какой-то второй или третий. Первый диск был Двойной Брамса со Спиваковым и Тимиркановым, а это был второй диск, да. Я был очень доволен, но прошло буквально несколько лет. И слушая, конечно, я не слушаю часто свои записи, но вот иногда так, раз в несколько лет, я вдруг понял, что уже все идеи-то другие. Уже вот, понимаете, время прошло, мышление работает, так сказать, трактовки, интерпретации меняются. И мне хочется, почему я записал второй раз? Потому что мне захотелось записать второй раз. фирма Warner предложила мне, пожалуйста, пишите, что хотите. Они просто предложили мне писать. Я у них записал потом пять дисков. Но первое, что я подумал, нет-нет-нет, надо Баха срочно переписывать. Я его переписал. Второй диск был очень хороший, потому что это был огромный-огромный успех во Франции, в Японии, да вообще во всем мире. Но вот сейчас прошло уже 15 лет, мне уже все не нравится. Но, как мне сказали музыканты, говорят, это нормально. А я говорю, а что же с этим делать? Они говорят, записать еще раз. И, в общем, мы приняли решение с моими французскими менеджерами в следующем году, поскольку именно в этом сезоне я возобновил работу над сюитами, в Большом зале вот в октябре я сыграл все шесть в один вечер. В принципе, вообще-то нормальные вилончелисты играют их в два вечера, по три. Но я знаю, что Йо-Йо Ма, мой, кстати, любимый вилончелист и интерпретатор Баха, играет их как цикл в один вечер. Это большой концерт, три с половиной часа с двумя антрактами. И я это сделал в октябре этого года. Поэтому началась работа над сюитами вот по третьему кругу. Я сыграл это еще в Сантори Холл, в Сеуле, в Гонконге, в Екатеринбурге, где-то только что еще играл. А, в Елабу играл свиты. Короче говоря, началась работа по третьему кругу, и мы с моими менеджерами пришли к убеждению, что надо записывать третий раз. Потому что все изменилось. Все изменилось. Я надеюсь, что третья запись все-таки будет самая лучшая. И это уже последнее. Еще очень много всего впереди. Напоминаю, дорогие слушатели, что сегодня в эфире Радио 1 в программе «Полеты во сне» на Ивус Нармин у нас в гостях заслуженный артист России, виолончелист, органист, пианист Александр Князев. И мы вот сейчас коснулись концерта, что по длительности вопрос, наверное, тоже такой для широкой аудитории. Готовы ли всегда зрители? Для вас это понятно. И для людей, так сказать, искушенных, которые не пропускают ваши концерты. Вот три с половиной часа я, например, слышала в связи с Россией, в связи с Европой и другие, наверное, установки, что как раз в Петербурге публика более приучена к большому масштабу концертов. Может быть, потому что у них ритм жизни все-таки немножко иной. А в Москве людям там больше трех часов сложно. Вот у вас есть какие-то наблюдения по этому поводу? Ну, вы знаете, все-таки это зависит от программы. Раз. И, ну, и, конечно, кто и как играет, да? Это два. Дело в том, что публика, как ни странно, вот я помню, что когда я первый раз играл свои свиты, все-таки я, на самом деле, их первый раз сыграл не сейчас. Я сыграл в 99-м году все шесть. Тогда я еще не так часто играл в большом зале, как бы только было начало. И вот я поставил эту программу. Как меня все отговаривали. Как меня все отговаривали. Я говорил, Саш, во-первых, никто не придет. Будет полпортера. А если даже и будет много народу, ну, все уйдут ко второму отделению. А уж в третье ты будешь играть точно в полном одиночестве. Это страшный риск, говорили мне. Не делай этого. Поставь нормальные три сонаты. Ну, зачем такие эксперименты? Я играл шесть сюит в двух концертах в малом зале. Ну, понятно, что в большом никто бы два вечера не дал. И вот в этом случае, кстати, я и не думаю, что публика бы пришла два раза. А вот один раз публика оценила сложность программы. И публика любит, когда весь цикл исполняется в один вечер. Потому что все циклы Баха связаны между собой. Это не просто шесть отдельных сюит. Это цикл от первой до шестой. Они идут абсолютно одна за другой. Они совершенно нерушимо связаны между собой. То есть вам кажется, что Бах предполагал именно такое исполнение? Мне трудно сказать, предполагал ли он именно исполнение. Но то, что эти сюиты идут одна за другой абсолютно, как вам сказать, там есть своя внутренняя логика развития. Нельзя, например, играть произвольно. Некоторые мелочицы так делают. Начинают даже не с первой. Честно скажу, даже я, когда начинал, я так тоже делал. Потом я понял, что это абсолютно ошибка. Надо играть, как Бах написал. В этом есть своя нерушимая логика. И даже если первая сюита или вторая вам покажется тяжелыми для восприятия, это, в общем, нелегкая музыка. Виолончели играет соло. Ни оркестра, ни фортепиано, никого больше нет. Потом вы вовлекаетесь в этот гениальный мир вот этих звуков Баха, в эту гениальную музыку. И как ни странно, чем дальше вы слушаете, тем больше вас она завлекает. Я это, во-первых, сам ощущаю даже на сцене. И многие мне говорили в зале. И многие музыканты мне подтвердили. Это существует, эта логика. Я стал играть вообще много циклов Баха именно так. Например, шесть сонатов для скрипки органа. Потрясающая одна из моих самых любимых программ. Кстати, попутно скажу, если ничего не произойдет, и действительно этот проект состоится, величайший скрипач мира Максим Венгеров захотел со мной это сыграть в 2021 году. И тоже, конечно, все шесть в один вечер. В этом есть, понимаете, что-то особенное. Весь цикл происходит прямо у вас на глазах. Поэтому я вот сейчас считаю, что это даже интереснее, чем два вечера. За два вечера что-то меняется, какая-то уже грань пролегает, и что-то теряется вот эта связь. А за один вечер это здорово. Что касается публики. Вот этот первый концерт в 1999 году был моим первым аншлагом. Это был полный аншлаг. Конечно, я волновался, выходя на второе отделение. Думал, ну действительно, вот сейчас будет ползала. Ничего подобного. Был полный зал. Да, скажу честно, на третье отделение, которое началось уже где-то в пол-одиннадцатого, ну, может быть, ушло чуть-чуть людей со второго амфитеатра. Может быть, их стало меньше на сотню. Большой зал вмещает 1600. Ну, если это было даже, ну, допустим, 150. Если это было даже 1450, неплохой результат. Да, конечно. В этот раз практически, по-моему, вообще никто не ушел. Вот сейчас, в октябре. Поэтому я считаю, я не люблю эту фразу, очень не люблю, но в данном случае она, наверное, как бы в сути будет хороша. Это работает. Это, вот эта программа, это работает. Плюс публика. Вы знаете, а вот в Японии я играл, ну, там публика вообще особенная. Они впадают просто в какую-то медитацию. За три с половиной часа в Токио, в Сан-Три-Холл ни одного кашля, ни одного какого-то вообще звука. Они просто застыли. Я еще на бис Чикону им сыграл. То есть я играл 3.45. Там был вообще мой рекорд Гиннеса. В Токио и в Сеуле. В Москве была хорошая публика. У нас хорошая публика. Она очень образованная. Люди, которые приходят на шею Сюитбаха, они знают, что их ждет. Они слушали очень хорошо. Поэтому я хочу это повторить. Я хочу это повторить. Наверное, через сезон я повторю снова эту программу. И я уверен, будет народу ничуть не меньше. Я в этом убежден. Я вообще считаю, что Бах самый универсальный композитор. Я это доказываю много раз на своих органных концертах. Ну, понятно, что орган немножко другой инструмент. Но вот и шею Сюит на виолончели. Дважды в Большом зале был аншлаг. Вот надеюсь, что через два года в Москве, повторю еще раз, и будет аншлаг снова. Александр, а как распределяются сейчас ваши абонементы? Потому что если у вас три инструмента, вот как это? Вот что такое абонемент Александра Князева? Да. Сейчас, вы знаете, вообще происходит уже такая путаница. Я уже думаю, как бы мне только вообще самому не запутаться, не забыть. Кто? Вы у нас сегодня виолончелисты и перезианисты. Кто я? Кто, что, когда я должен играть. Да, действительно, концертов стало очень много. Потому что я себе прибавил вот рояль, а виолончельных-то концертов не стало меньше, абсолютно. Органных в этом сезоне будет просто. Это будет органный год. Потому что у меня возник еще мой сольный абонемент в Малом Зале. Три концерта баховских. Все хоралы Баха. 18 лепестских хоралов, маленькая органная книжечка, 45 хоралов и третья часть клаверных упражнений. Три концерта в Малом Зале. Концерт в Большом Зале, я повторю, «Искусство Фуги», который играл три года назад. И концерт, который я все-таки не сыграл в прошлом сезоне. Органная месса целиком в сентябре. Пять концертов в Москве, только на органе. А, и еще концерт, сольный концерт в Зале Чайковского с оркестром Алексея Уткина. Гендель и бах. И гайден. В общем, вы представляете, какое количество органной музыки я должен сыграть в следующем сезоне? А виолончельных концертов не стало меньше. Я играю двойной брамса с гениальной скрипачкой Кларой Джумикан, которая у нас прогремела на конкурсе, получив четвертую премию за пультом Михаила Васильевича Плетнева. Будет мой сольный концерт в Большом Зале. И будет... В начале ноября будет тоже потрясающее событие. Я, может быть, мельком расскажу. В 10-11 ноября мои менеджеры в Париже решили устроить такой безумный уикенд в Москве, который будет посвящен 90-летию Евгения Федоровича Светланова. Дело в том, что во Франции есть такой фестиваль. Он называется Фоль-Журне. Безумные дни. Сумасшедшие дни. Он проходит очень давно. Он заслужил невероятный авторитет во Франции. И больше того, он стал проводиться в Токио, в Бразилии, в Варшаве, в Испании и даже в Екатеринбурге. За три дня проходит огромное количество концертов. В Нанте проходит 300 концертов. За три дня. Но в Москве, я не помню точно сколько, но это будет уикенд, когда с утра до вечера будут идти концерты во всех главных московских залах. Большой зал консерватории, Малый зал консерватории, Рахмановский зал. Я там играю тоже раза три. Трио с Вадимом Репиным, трио с Вадимом Березовским и еще и с оркестром. Безумные дни – это вообще известнейший проект во всем мире. Да, это известнейший проект. Такой просветительский, который окунает. Да, да. Но в Москве это будет первый раз. Первый раз, да. Первый раз. Но это будет посвящено Светлану. Конечно, это все-таки не будет как во Франции 300 концертов. Нет. Но все равно это очень большое событие, такой эксперимент. Потому что вот прийти, например, на первый концерт в большой зал консерватории в 10 утра. Вот такого еще, по-моему, не было. Правда? А потом будет другой концерт, другой. В общем, это интересно. Я жду, как все это пройдет. Я уверен в успехе. Во всяком случае, организатор фоль-журне, первого фоль-журне во Франции Рене Мартан – гениальный человек. Абсолютно гениальный человек. Он не побоялся это сделать в Екатеринбурге. Это проходит уже сейчас, по-моему, будет не то третий, не то четвертый раз. Я не помню. Я играл на первом фестивале. Полные аншлаги. Вот как это получается, я сам не понимаю. В Екатеринбурге. Три дня. Там, по-моему, 150-200 концертов. Я боюсь называть какие-то цифры. Может быть, сейчас гораздо больше уже. Полные залы. Полные залы. Публике нравится. Я вот считаю, не надо бояться каких-то смелых решений, каких-то смелых экспериментов. Я считаю, что если интересная программа, если сильная концепция, ну и хорошая реклама, ну, конечно, еще хорошие исполнители, можно сделать все, что угодно. Не надо бояться, что не придет публика, что будут пустые залы. Нет, не надо бояться. Надо верить в концепцию. Вот если сильная концепция, все будет хорошо. А вам кажется, что вообще сегодня академическое искусство классическое нуждается в популяризаторстве? В России? Потому что, видите, мы сейчас с вами говорим, все время упоминаем такие мощные, значимые проекты в регионах России. Даже не про Москву и Петербург. В скольких фестивалях вы приняли участие. Я надеюсь, что и у нас вы будете обязательно появляться. С удовольствием. Вот. То есть, получается, что мы же сегодня такой ренессанс переживаем? Я считаю, да. Вы знаете, я считаю, да. Во основном, все разговоры о том, что вот уровень культуры в Европе выше, чем сейчас в России, да я бы так не сказал. Вот сейчас я бы так не сказал. Наверное, я бы согласился с этим, знаете, в 80-х, в 90-х годах, да. Но не сейчас. Потому что то, что вот действительно переживает Россия сейчас, я считаю, это культурный ренессанс. Я действительно не говорю про Москву и Петербург. Сезон Москвы или Петербурга, да он интересен, он выше, чем, например, сезон в Париже. Ну, уж как минимум, ничуть не уступает. Ну, может быть, ну, окей, может быть, в Лондоне и Берлине, двух просто столицах мира, может быть. Я помню, был месяц какой-то, три года назад, в Москве, за один месяц, приехало пять оркестров. Был концерт Гебао с Марисом Янсенцем, была Санта Чичилио с Папана, был оркестр Де Пари с Паво Ярви, ну, просто сейчас не в... А, и был Чикаго с Мути, и был еще какой-то пятый оркестр, сейчас просто не вспомню. Да я с ума сошел. За один месяц в Москве пять лучших топ-оркестров мира. Это где, в каком городе вообще мира такое может быть? Ну, да, такое может быть в Лондоне, Берлине, может быть, в Вене. Все, уже даже в Париже такого нет. Я Париж очень хорошо знаю, я там много бываю, даже жил три года. Даже в Париже такого не будет. Поэтому про столицы говорить нечего. Петербург, ну, вообще, да, Мариинка, филармония, сколько всего происходит в день, это вообще невероятно. Они называют себя культурной столицей. Мне всегда это говорят, когда я только что схожу с поезда. Ну, вы знаете, меня это не обижает. Но если они так считают, наверное, они имеют на это право. Мне какая разница, я русский человек, мне приятно, что это русский город, российский город. А что касается регионов, посмотрите, Екатеринбург, Казань, Новосибирск. Великолепнейшие оркестры. Великолепнейшие. Пермь, да. Пермь теперь. Великолепнейшие оркестры. Сильнейшие. Ну, Казань, фантастика, да. Все мы говорим, что это просто казанский феномен. Мой друг и гениальнейший совершенно человек и дирижер Александр Сладковский буквально за два года поднял оркестр из руин. Просто это был прах, а не оркестр. Разве это не свидетельство феноменального вообще уровня культуры? А это все-таки регион. Но все-таки это же не столица. Казань. Хотя, наверное, они тоже уже считают себя, уже, может быть, по праву считают себя третьим городом, кстати, скорее всего. Екатеринбург. Тоже изумительный дирижер Дмитрий Лис. Уже тоже многолетний мой друг и партнер. Этот оркестр уже давно заслужил право одного из лучших оркестров России. Новосибирск. Превосходнейший оркестр. Которым последние годы руководил тоже мой друг, тоже великолепный музыкант Ренкевич. Гинтер Сенкевич из Литвы. К сожалению, сейчас с ним почему-то не продлили контракт. Я не очень понимаю, что там произошло и что сейчас происходит. Но оркестр-то фантастический. В Новосибирске проходит фестиваль арт фестиваль Вадима Репина. Транссибирский экспресс. Транссибирск Транссиб арт. Потрясающий фестиваль. Я там был уже раза три. Высочайший уровень. Высочайший уровень. Мы играли с Вадимом на закрытии двойной Брамса. Дирижировал Шарль Дютуа. Мировой дирижер. Вот. Поэтому даже вот назвав эти оркестры мы можем сказать в Перми. Да. Ну вот в Перми я еще не сыграл. Да. Вот я очень хочу сыграть в Перми. Это правда. Уже даже назвав эти четыре пять оркестров мы можем говорить о том, что в России регионы очень сильные в плане культуры. И в этих городах я, кстати, играю не только с оркестром. Там можно играть. Там можно уже делать все. Там такая публика образованная. В Казани я играю на органе. В Екатеринбурге я тоже играю на органе. Я играю еще сольные концерты. В Новосибирске у меня был абонемент орган. Я сыграл пять концертов за один сезон баховских. Сложнейших программ. Искусство фуги, Гольдберг вариации, 18 хоралов. Знаете, такие вот огромные циклы, которые кто-то подумает могут там кого-то испугать. Нет. Это сильнейшая консерватория, сильнейший город. Поэтому я считаю, что у нас очень хорошая перспектива и мы сейчас в очень хорошем моменте для культуры. Вот для культуры момент очень хороший. Может быть, про что-то другое я не знаю, не хочу говорить так сказать некомпетентно. Для культуры момент очень хороший в России сейчас. Вы много раз, это важный тоже аспект, мы говорим все время у нас литмотив, что такое ренессансная личность сегодня, да, в связи с тем, что я рада, что наконец вы нашли время и пришли к нам в гости сюда, в Дом правительства Московского Боста. Поэтому вы много раз сидели, были членом жюри фестиваля Чайковского, конкурса, видите, оговорка по-моему, а вы же думали про фестиваль в свою серию, конкурса Чайковского. Это такой момент, мне кажется, мистический, потому что конкурс Чайковского, это мы ставим на крыло новые имена, которые потом, да, почему-то весь мир. и вообще вот способность обернуться, как Олег Павлович говорил, да, что Табаков все время, что главное, чтобы творческий человек помнил, что жизнь на нем не заканчивается. Мне всегда эта фраза казалась очень грустной и трагической, я вот думаю, как же он так все время про это говорит. А потом я вот уже, тем более еще, ну, когда Олег Павлович выстроил там всю эту историю театральную, и сейчас его не стало, я вот все больше и больше понимаю, что он имел в виду. Но мне кажется, что для активнейшим образом концертирующего музыканта, во-первых, выдрать эти дни из своей собственной жизни, из своего творческого графика, сидеть и слушать других, не там, ну, даже это же не твой ученик, которому ты, да, уделяешь время, а это огромный объем, вот ты сидишь в этом жюри. Вот вы соглашались не единожды, почему-то, значит, какой-то мотиватор был, что вот для вас вот это, как бы, это роль, да, эта функция? Да, я был в члене в жюри четыре раза. И еще, кстати, был еще детский конкурс Чайковского в Японии один раз. Вы знаете, а вот гениальная фраза Олега Павловича, я ее, кстати, не знал, но она совершенно потрясающая. Вот вы сейчас сказали, она прямо пронзила меня тоже. Это абсолютно правильно, это абсолютно правильно. Вот мы, понимаете, мы должны думать о том, что же будет дальше с нашей культурой. Вот мне, например, когда я сижу на конкурсе, и когда я слышу, что появился какой-то новый, молодой, очень талантливый величелест, вы не представляете себе, как я радуюсь. Это правда, это искренне происходит. Потому что я понимаю, что вот это дело, которым я занимаюсь, вот оно действительно не заканчивается. Ну, в конце концов, мы же все смертные. Вот. Да, и как говорил герой, герой мастера Маргарита, иногда и внезапно, да. Понимаете, важно, чтобы наше дело не закончилось, чтобы оно не пропало. На последнем конкурсе, вот я помню, первую премию получил потрясающий румынский велончелист, фамилия его была Ионица. он ее получил абсолютно заслуженно. Он изумительный талант, изумительный талант. Конечно, на конкурсе всегда происходит, к сожалению, единственное, что происходит на конкурсе, ну, это естественно, музыка, это не математика, и музыка, это не спорт. Здесь, вот в спорте, ну, все ясно, да, секундомер, кто пришел раньше и так далее, да, кто больше забил голов, вот, кто выше прыгнул. Музыка, как ее оценивать? Ну, у каждого, в конце концов, свой взгляд. Вот, поэтому иногда бывает, что на конкурсе взгляды очень отличаются членов жюри друг от друга. Вот, но для этого и была придумана, я считаю, очень хорошая система, членов жюри довольно много. Их все-таки 12. Поэтому, даже если вот вам кто-то очень нравится или наоборот кто-то очень не нравится, что тоже бывает, вы один ничего не можете сделать. Вы не можете один ничего сделать, вы не можете повернуть как бы все-таки какой-то вот этот средний, как вам сказать, вот показатель уровня в свою сторону. Потому что 12 членов жюри, но это невозможно. Поэтому, вот, особенно на последнем конкурсе Чайковского я был очень доволен, все результаты были абсолютно, вот, для меня были правильными, были объективными, были справедливыми. И, кстати, я считаю, что Валерий Абисалович Гергев, ну, во-первых, этот конкурс был совершенно невероятным. Это вот, когда Гергев возглавил конкурс Чайковского, он вывел его, конечно, на такой уровень, на такой уровень, ну, освещенности, рекламы. Понимаете, все выступления участников транслировались онлайн. Все это было, ну, на каком-то невероятном уровне. Раньше такого близко не было. Близко не было. А в начале нулевых вообще был какой-то момент, мне кажется, конкурс 2007 года вообще какой-то провальный. Я совершенно случайно вот сейчас в Токио встретился с одной скрипачкой. Она играла вторую скрипку в квинтете Брамса, которую ее пригласил Вадим Репин. Хорошая скрипачка японская. Потом вдруг смотрю, она прекрасно говорит по-русски. Она прекрасно говорит по-русски. Я с ней разговаривал. Она говорит, а я вообще живу в Петербурге. В Петербурге. Японка. Она замужем за одним известным петербургским пианистом. Я говорю, а как у вас так все это получилось? Наверное, он был на гастролях в Японии. Он говорит, да нет, мы просто оба получили первые премии на конкурсе Чайковского в 2007 году. Я говорю, а почему вы нигде не играете в России? Как так могло быть? Он говорит, ну вот не знаю. Как-то вот так получилось. Живет в Петербурге. Первая премия, ну может быть, или она получила вторую без первой. Сейчас не вспомню. А может быть, даже и первая. Нигде не играет, ничего концертов нет. Бедная девочка. Мне просто стало, честно говоря, обидно. Хорошая скрипачка. Нашла свою судьбу. Правильно. Может быть, это и есть главная штука. Но она хорошая скрипачка. Она играть хочет. А вот сейчас, я просто знаю, все лауреаты этого последнего конкурса имеют феноменальные ангажементы по всему миру. Боже мой. Я, поверьте, это я не то, что я совершенно не завидую. Я независимый человек. Но когда я играл на конкурсе Чайковского, да близко ничего такого не было. Я помню, получив на моем самом первом конкурсе третью премию, но это было для меня хорошим результатом. Тем более, что я там сам в общем 17 лет. Понимаете? Я больше думал о своем любовном романе школьном. Я был очень доволен этой третьей премией. Я получил поездку в Болгарию, который был просто счастлив. И все. Да, у нас появился план Союз Концерта, но ни о каких мировых гастролях никто даже не мечтал. Да и в 90-м году примерно то же самое. Там уже, конечно, больше пошло. И я уже был на другом уровне. Но то, что сейчас получили эти лауреаты, это феноменально. Это феноменально. Гергиев организовал потрясающий ангажемент. То есть, я не знаю, лично он или как, но вот эта организация всего этого дела была поставлена на высочайшем уровне. Конкурс Чайковского сразу поднялся и стал одним из самых престижных конкурсов. А до этого так уже было. Поэтому, конечно, я соглашаюсь. Ну, а как мне не соглашаться? В конце концов, да, три недели сидеть летом, да, немножко это все можно просто или отдыхать, или поехать на какие-то гастроли. Но я считаю, что я обязан это делать. Если меня приглашают, в конце концов, я думаю, ну, кто же будет, так сказать, все это дело, так сказать, как-то судить? Вот, да. Поэтому, нет, это важно, это важно, это важно и для меня, и для всех музыкантов, что, какое поколение дальше идет, какие музыканты, в какую вообще, так сказать, в какую сторону идет интерпретация, как играют Баха, как играют Бетховена. Мне кажется, это очень важно. И то, что все время появляются новые имена, появляются новые имена, безусловно. И это очень хорошо, это замечательно. Я вообще, вот, знаете, я вам скажу так, меня раздражают музыканты, которые играют, может быть, так, средненько, и незаслуженно занимают очень высокую позицию. Они меня раздражают. Но, если музыкант играет здорово, я первый встану и буду ему аплодировать, потому что мне всегда восхищает замечательная игра. Это меня радует, наполняет тоже меня каким-то оптимизмом. Я понимаю, что вот, все, что и я делаю, тоже не напрасно, потому что кто-то это продолжает. Понимаете? Ну, вот эта связь времен начинается. Вот, мне, например, очень приятно, что некоторые виланчилисты стали играть мои переложения, которые я когда-то сделал. Потому что до этого был долгий период, когда играл их только я. Я боялся, что этот период затянется надолго. Но я знаю, что сейчас уже эта тенденция как-то пошла. Вот, мне это очень приятно, очень приятно. Я этому очень рад. Полеты во сне и на его Снормин. Я напоминаю, что сегодня в эфире Радио 1 в программе Полеты во сне и на его Снормин у нас в гостях заслуженный артист России, виолончелист, органист, пианист Александр Князев. И раз уж мы вот так вот коснулись конкурса Чайковского, про педагогику, тогда я хочу спросить у вас. Эта стезя есть место в вашей жизни? Нет. Вот это, понимаете, но нельзя уже, как говорится, нельзя объять необъятное. Я вам скажу так, она была в моей жизни, я все-таки, честно скажу, 9 лет попреподавал в Московской консерватории. С 95-го по 2004-й год. И потом, так сказать, это все закончилось. Почему? Потому, ну там был такой момент, я просто заболел в 2004-м году очень сильно, вот. Но потом уже я туда не вернулся, потому что, во-первых, у меня все-таки огромное количество концертов. И совмещать это очень тяжело, очень тяжело. У меня было тяжело это совмещать, потому что я человек все-таки ответственный. У меня на самом деле учеников было очень мало. У меня было всего три ученика. Я себе сказал, что больше трех учеников вообще невозможно. Да и три было много. Да и три было много даже тогда. Я помню, например, я сейчас расскажу, ну несуспестный случай, который со мной произошел. Уж не знаю, как его оценить. Или немножко в этом было какого-то эпатажа с моей стороны. Или это просто какая-то была несуразица. А может, кто-то скажет, что это хорошо. Просто рассказываю объективно ситуацию. Вот представь себе, получилось так, что я даже запомнил эти цифры, эти даты. 17 октября у меня концерт в Париже с Жаном Гию в церкви Сан-Тестаж, а 19 октября в том же Париже в Театре де Шатле речитались с Николаем Луганским. И вдруг выясняется, что 18-го мой ученик поступает в аспирантуру. Но я в этот момент находился в Париже. Мой ученик, в принципе, неплохо играл, хорошо сыграл диплом. И я думал, что вообще проблем никаких не будет. Но по телефону я понял, что настроение у него какое-то кислое, потому что, ну, когда педагога нет, я, конечно, где-то его понимаю. Хотя я ему сказал, что вообще-то программа сделана, все хорошо, все будет нормально. Но, в какой-то момент я действительно подумал, что, наверное, если уж я преподаю в концертах, ну, хотя бы на экзаменах я обязан присутствовать. Что я делаю? Я играю концерт с Жаном Гию, приезжаю в церковь Санта-Старша с чемоданом, с маленьким. Оттуда, в аэропорт, ночной рейс аэрофлота 050, как сейчас помню, прилет утром, и в 10 утра я появился в малом зале. К полному вообще недоумению всех членов жюри, потому что все знали, что я в Париже и возвращаться не собираюсь. В 10 утра я приехал, ну, тут я, конечно, немножко побравировал, я попросил, чтобы мой ученик сыграл первым, потому что я немедленно возвращаюсь в аэропорт и улетаю в Париж. Я действительно улетел в Париж, но, правда, на пару часов позже. Вот, он хорошо сыграл, но вообще-то, конечно, тяжело, правда, поймите, вот такой ночной рейс, прилет в Москву на несколько часов. В 10-10, да. Вообще, да, скажу так, чтобы подытожить эту тему, каких-то больших педагогических итогов у меня нет, каких-то побед, каких-то успехов у меня нет. С чем это связано, не знаю, может быть, я не очень хороший педагог, не знаю. Я, мне кажется, страдаю некоторым максимализмом и с каждого ученика хотел сделать сразу гения. Вот, эта задача не всегда, то есть, редко, когда бывает адекватной, а если я вдруг в какой-то момент понимал, что студент, ну, его потенциал вот не отвечает моим замыслам, может быть, я как-то сам немножко терял интерес ко всему и, короче говоря, не знаю. Несколько учениц сидят в хороших оркестрах, у меня есть ученик, который сидит в оркестре Плетнева, две девочки работают у Спивакова, один мой ученик, кстати, самый первый, вообще я им доволен, он стал солистом, ну, не на большой такой сцене, но он не сел ни в какой оркестр, его все знают, его зовут Рустам Камачков, он известен, он, так сказать, все время появляется на концертной эстраде. Вот, собственно говоря, и все, больше похвастаться нечем, вот, но я это дело прекратил, сейчас об этом даже и подумать невозможно, сейчас такая идет загруженность, что надо распределить инструменты и вообще, когда, когда, что репетировать, вот это сейчас самое главное, вот представляете, вот сейчас я, вернувшись с гастролей, пять дней моего отпуска, я срочно должен выучить новый фортепианный концерт Моцарта, который я буду играть 12 апреля, потому что потом времени-то его учить не будет. до 12 апреля? Ну, толком, вот так, по-настоящему, все время что-то другое, в сентябрь, октябрь забит, сезон, мой московский сезон, московский будем иметь в виду, московский сезон открывается у меня 29 сентября, большой зал московской консерватории, органная месса баха, все-таки органная, да, третья часть клаверных упражнений целиком, я подчеркиваю целиком, это, ну, конечно, надо, так сказать, хвастаться, когда уже сыграешь этот концерт, как говорится, не говори гоп, пока не перепрежешь, но, я скажу, что сыграть органную мессу баха абсолютно всю, без единой купюры, сложно, и даже некоторые органисты кое-что чуть-чуть выпускают, я собираюсь сыграть абсолютно все, вот, от А до Я, большой будет концерт, 2 часа 45 минут, тоже изумительнейшая, моя любимая программа, я много занимался и обыграл ее много раз, так что, в принципе, она уже в руках, вот, хочу воспользоваться случаем и всех пригласить на этот концерт, это потрясающее произведение баха, это поздние уже бах органы, самые его сложные хоралы, самые-самые сложные, объединенные в один цикл, цикл называется третья часть клаверных упражнений, а Альберт Швейцер, который, так сказать, который был потрясающим исследователем творчества баха, ему, конечно, была присуща некоторая романтичность вообще во всех его взглядах, он посчитал, что это можно назвать органной мессой, и с тех пор это вот название так как-то к этому циклу как бы подошло хорошо, его так и называют, органная месса, мне кажется, это вполне правомочно, для публики это звучит лучше, чем третья часть клаверных упражнений, но профессионалы знают, что это очень сложный цикл именно в плане вот это упражнение для баха, вы знаете, даже ведь свиты, виолончельные тоже это упражнение, то есть для баха это были упражнения, а мы-то понимаем, что это великая музыка, вот. Все-таки вы начинаете с органа этот сезон, так получается, да, в Москве, ну вот, как бы немножко не в том контексте, но тем не менее, я вспоминаю, как Илья Абрамович Вашмет про свой любимый альт, работы от истории, говорил, что вот если он его выпускает из рук и берет, да, какой-то другой инструмент, он обижается, там какие-то очень такие взаимоотношения сложные, он там как-то не так звучит, потому что это абсолютно живое существо, а вот виолончель Ваша не обижается, когда Вы ее вообще бросаете, меняете даже не на другую виолончель, а вообще на фортепиано. Вы знаете, хороший вопрос. Кстати, я абсолютно согласен с тем, что сказал Юрий Абрамович. У меня в жизни было два раза, я действительно изменил мои виолончели, но я изменил с другой виолончелью. Вот это оба раза было абсолютнейшая фиаско. Поверьте мне, не потому, что виолончели были плохие, или я плохо играл на них, но как-то все сложилось плохо, неудачно. Хотя был смысл тогда вот взять, попробовать другой инструмент, просто это было в Вербье, это был, как вам сказать, это был вот этот огромный шатер 3000, без акустики, и там нужно было очень-очень мощный инструмент, еще мощнее даже, у меня очень мощный инструмент, но захотелось помощнее. с ней. Вообще виолончель же она? Она. Конечно. 30 лет. 31 год в этом году, 31, в прошлом году было 30-летие, да. И вот я взял другой инструмент, очень мощный, просто как тромпет, как труба, и все пошло неудачно. И второй раз произошло то же самое, так что теперь я никогда виолончели с другими виолончелями не изменяю. А насчет других инструментов, ну, тут уж это как бы, понимаете, это другое. Это другое. Тут она не обижается нисколько, но, может быть, скучает. Я по ней тоже скучаю, и на самом деле после инструмента других, вот взять снова в руки виолончель, это несравненное счастье, поверьте мне. Вот когда я играю много концертов на других инструментах, а потом вот снова беру в руки виолончель, это всегда какое-то возвращение, возвращение даже не знаю, трудно подобрать слова, но это как возвращение, наверное, какой-то вот любимой женщине, действительно. И она же с вами путешествует, я думаю, что слушатели, наверное, сейчас сразу представили, это единственный инструмент, который путешествует как человек с отдельным билетом на самолет, да? Да, 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 да. Стоимость билета точно такая же. Ну, это уже как бы безусловно так и должно быть. В виолончели невозможно никуда сдать ни в какой багаж, это понятно, но ее невозможно никуда положить в самолет. А вот то, что сейчас со скрипками происходит, такая же история, уже на скрипке тоже хотят авиакомпании, чтобы покупался отдельный билет. Это, мне кажется, немножко перебор. но авиакомпании думают только о прибыли. Альты? Альты тем более. Тем более, да. Ну, это еще не все авиакомпании, но дело, по-моему, идет туда же. Вот. Но с другой стороны, вы знаете, ведь инструменты, они не просто, они одушевленные, они одушевленные, поэтому, в принципе, мне не жалко, что вот на только не обедают. Раньше давали, кстати, второй обед. Сейчас тоже авиакомпании, понимаете, они считают денежки. Вот. Но дело не в этом. Во всяком случае, в этом есть какой-то элемент. Вот когда я иду по салону и вижу, что моя вот виолончель привязанная лежит в кресле, как-то я думаю, ну, все хорошо, все спокойно, мы вместе, мы летим, мы будем играть. И особенно после концерта, ну, если концерт еще успешный, хороший, вот, я думаю, молодец, как она хорошо сыграла, как она чудесно звучала. Я, кстати, моей маленькой дочке, которой сейчас два с половиной года, я приучил ее, когда я приезжаю, она подходит к футляру, гладит его и говорит, молодец, молодец, хорошо играла, потому что, в конце концов, звуки издает виолончель. Я, как бы, научился помогать ей, их издавать, но это звуки виолончели, она их, в конце концов, издает. Для меня виолончель действительно очень одушевленный инструмент. Никогда не забуду историю, которая случилась, когда мы попали с ней в аварию, в тяжелейшую аварию в Южной Африке, и после этого пришлось ее реставрировать в Париже. кстати, Слав Леопольдович очень помог тогда. А это чей мастер Карло Бергонце? Карло Бергонце гениальнейший, любимейший ученик Страдивари. Говорят, что Страдивари был очень дисциплинированный человек. Бергонце был недисциплинированный человек, но талантом владал не меньше. Но Страдивари просыпался и с утра делал скрипки. А Бергонце любил алкоголь, женщины. Он просто сделал меньше инструментов, но то, что он сделал, совершенно феноменально уровне. Плюс, Страдивари не был специалистом именно по виолончелям, он был специалистом по скрипкам. Ну, несколько виолончелей, конечно, тоже гениальных есть. А вот Бергонце, во-первых, да и скрипки Бергонце сделал потрясающе. И вот эта виолончель моя, она просто сказочная. Она сказочная. И я знаю, что несколько еще других Бергонцев и виолончелей тоже потрясающих. Да, я вас перебила, что я вместе с Страдом Леопольевич. Так вот, после этой аварии Местал Леопольевич мне очень помог, потому что реставрировал ее во Франции известнейший мастер Этьен Ватло. И когда я сам позвонил ему и сказал, можно вот отреставрировать у вас инструмент после аварии, он говорит, да, 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 я оставлю вас в бейтинг-лист три года, подождите, и я вам все сделаю еще за полгода. Для меня катастрофа. Мало того, что это был тяжелейший момент в моей жизни, еще без виолончели остаться, я позвонил Ростроповичу. Славе, как он просил его называть, да еще на ты. Ну, на ты я так и не смог его называть, я его называл Слава Вы. Так уж мы потом согласились с этим. Я говорю, Слава, умоляю, умоляю, пожалуйста, помогите. Он говорит, а что, Стаик, что случилось? как в его собственной изумительной присущей только ему манере. Он был очень, очень теплый человек, очень теплый. Он невероятно ко мне тогда как-то проявил свою теплоту, поняв, что я попал в очень большую беду. Он говорит, что случилось? Я говорю, ну вот позвонил в Атло, он говорит, три года надо ждать. Я говорю, Стаик, перезвони мне через пять минут. Я перезванив ему через пять минут. Он говорит, иди к Ватло, он тебя ждет. Это было потрясающе. Это правда было потрясающе. Вот, Ватло отреставрировал ее. Через полгода я приехал за ней. Что было потрясающе сделано в плане реставрации. Вообще даже невозможно было представить, что там что-то было. Вот, но я взял смычок и начал играть. Я вдруг понял, что звук пропал. Вот этот сказочный, красивый, нет, вернее так, сказочность красоты осталась, но вот эта сила, напряжение, которое присуще моему инструменту, ведь я легко играю концерты Шостаковича с любым оркестром. У меня нет никогда проблем с балансом. Я перекрываю любой оркестр. Дворжик, Прокофьев, Шостакович, окей, никакой проблемы нет. И вот этой силы и не было. И я просто застыл в ужасе, потому что я понял, что вот звук виолончели все-таки погиб. И в этот момент сзади на меня опустилась рука ватло. Ватло был уже немолодой человек. Он опустил руку мне на плечо и сказал, человек не может побежать после тяжелейшей операции на сердце. Должно пройти время. Я сказал, а сколько, сколько ждать? Он говорит, ну я не Господь Бог, я все-таки не знаю. Подожди чуть-чуть, звук вернется. Я обещаю. Это он сказал. Я уехал в Москву все-таки с тяжелым сердцем, но с надеждой. Я понял, что раз такой опытнейший, конечно, и потрясающий мастер, как и Тин Ватло, говорит такие вещи, надо ждать, надо набраться терпения. Я терпел, я терпел, я играл концерты, виолончель звучала красиво, но это был маленький звук, как у камерного инструмента, который бы вполне подошел бы в квартет, в трио, но никак не для меня на сольную программу. Звук вернулся. Я никогда не забуду этот момент. Он прорезался в одну секунду в одно утро. Прошло ровно девять месяцев. Обратите внимание, мистика. Девять месяцев, да? Рождение нового человека, рождение новой жизни. В одну секунду. Что там происходило? Ведь что-то происходило с этим инструментом в эти девять месяцев. Какие процессы? Что там было? Поэтому, вот особенно после этого случая, я точно понял, галанчель абсолютно воодушевленный, так сказать, какой-то субъект, какая-то субстанция и даже непонятная. Вдумайтесь еще в одну невероятно мистическую вещь. Вот смотрите. Технология шагнула настолько далеко, да? Ну, то, что там человек высадился на Луну и может быть сейчас даже будет полет на Марс. Какие технологии, я уж не хочу говорить там про вооружение, но вообще технология на феноменальном уровне. Исследования, медицина, химия, физика. А сделать такой инструмент никто не может. Не могут. Никакие ученые. Какие-то есть секреты, которые им недоступны. Они исследуют это дерево. Они исследуют эти формы. Делают копии страдивари. Точную копию не звучит. Что там? Ведь это же мистика. Вот. Понимаете? Вот оно. Поэтому это воодушевленное. Финализирующий в связи с названием программы вопрос традиционный. Что дает вам, Александр, чувство полета? Это как ни странно для меня сложный вопрос. Знаете почему? Потому что я в полете так давно. Вот когда все это началось, ну вот музыка, моя профессиональная деятельность, я понял, что я вот полетел. Вот я никогда не забуду первые мои концерты после конкурса Чайковского, когда вдруг я понял, что меня куда-то приглашают. Раньше если даже был какой-то маленький концерт, это было такое счастье для меня. А тут я мало того, что я куда-то приехал, сыграл, мне еще и деньги какие-то дали. В 17 лет это был абсолютный полет. И я, честно говоря, вот так с 17 лет в этом полете и нахожусь. Ну, был еще полет, кстати, да, я помню, когда первый конкурс Чайковского, когда сказали номер три Александра Князя в Советский Союз. Вот. Я очень рад, что сейчас наша страна называется Россия, но тогда вы поймите, да, масштаб. Масштаб. Мне было 17 лет, я был учеником школы, вот услышать вот это Советский Союз тогда. Тогда это было для меня очень много. И вот этот полет, он, собственно, и продолжается. Другое дело то, что орбита, она не то, что не сужается, она все расширяется, расширяется. Действительно, многие спрашивают, вообще, как ни странно, вот я иногда разговариваю со своими друзьями, ну, самые близкие все понимают. Самые близкие все понимают, они даже не задают вопросов. Вот, например, никогда не забуду, как мой очень близкий друг, гениальнейший пианист и партнер уже почти 20 лет, Николай Луганский, когда я захотел играть на рояле, я подумал, что надо мне ему первому сказать эту новость, как-то так аккуратненько, ну, чтобы у него вообще стресс какой-то не случился. вот, я помню, мы с ним были на гастролях на Еге Франции и шли, гуляли по берегу моря, и я так тихонько начал как бы наводить мосты. Я говорю, Коль, скажи, пожалуйста, а как ты думаешь, вот, вообще, вот, концерты Моцарта, фортепианные, это вообще трудно? Коля понял все в одну секунду. Он посмотрел на меня со страшным выражением и сказал, Саша, это очень трудно, это очень трудно. Какого числа, сказал он? Он сразу все понял. А некоторые, они не понимают, и они, вот, когда я рассказываю свое вот это расписание трудное, когда я, действительно, расписание страшное, в одной Москве в следующем году 13 концертов, ну, это считая все, фортепиано, орган, виолончель. Я сам не понимаю, как я сыграю вот такое количество музыки. Хорошо сыграете, да? Да, и они мне говорят, да, ну, все здорово, да, это вот играешь, это, это, а потом говорят, а зачем вот все это? Зачем такой вот страшный график? Вот зачем? Ну, что мне им сказать? Потому что полет, потому что полет, потому что я еще лечу, я еще не думаю пока о снижении, не о посадке, я хочу пока даже еще выше лететь, пока мотор работает, хочу лететь выше, и, в общем, ну, пока получается. Пока получается. До сбоку, до встречи. Армен, спасибо большое. Возьмите концертов очень бурного вашего сезона. Спасибо. Очень приятно, что вы меня пригласили, очень приятно было с вами беседовать, и, ну, надеюсь на новые встречи, и приглашаю вас на концерты. Очень приятно, спасибо. Спасибо. Сегодня в эфире «Разия-1» в программе «Полеты во сне на его Снормин» у нас в гостях был заслуженный артист России, виолончелист, органист, пианист Александр Князев. Полеты во сне и на его Снормин.